Друзья, всем привет! Не могу обойти стороной такую интересную тему, как недвижимость. Но сегодня мы поговорим с вами не о ценах на недвижимость, а об особенностях квартир в Аргентине. Первое, что бросается в глаза, это практически все дома в Аргентине имеют уникальный проект. Очень редко, когда можно встретить одинаковый дом. При этом город имеет свой архитектурный стиль. Здесь нет привычных нам дворов с парковкой и детской площадкой. Ну а тем, кто бывал в Барселоне, будет примерно понятно, как тут выглядят улицы. Обратите внимание, это здание выглядит как единый монолитный дом. Но на самом деле, если присмотреться, это шесть отдельных домов со своей архитектурой и отдельным подъездом. Входная дверь в большинстве случаев подъезд будет просто стеклянная. При этом решетки на окнах – обычное дело. Так как банковская система в Аргентине не вызывает доверия у населения, люди часто хранят деньги дома, что вызывает неподдельный интерес у квартирных воров. Еще здесь нет привычной нам нумерации квартир. Квартиры здесь обозначаются буквами. То есть номер этажа и буква. Допустим, 3B, 4B, также 3A, 4A и так далее. В каждом доме есть консьерж. Он же менеджер. Или как здесь в Аргентине называют его «энкаргадо». Дословно на русский переводится как «ответственный». Он больше и выполняет такие функции, как поддержание порядка при домовой территории, делает ежедневную уборку подъезда, выносит мусор, контролирует текущие проблемы жильцов, в том числе по обслуживанию инженерных сетей. При этом «энкаргадо» здесь в большинстве случаев мужчина лет 40. Но в моем доме, например, Лаура. Привычную консьержку пенсионного возраста здесь не встретишь. Пенсионеры здесь не работают. Вы знаете, где они тусуются. В квартирах аргентинцев нет центрального отопления. Климат тут похож на наш сочинский, но немного теплее. Зиму здесь я не жил, поэтому не могу сказать, насколько тепло зимой в квартире. И хватает ли кондиционера для обогрева. Вода нагревается обычно газовой колонкой. Из того, с чем мне пришлось столкнуться, это замурованные коммуникации и в случае прорыва они разбирают стены и пол для того, чтобы устранить утечку. Но дома в основном невысотные и давление воды не очень сильное. Думаю, что протечки тут случаются нечасто. А еще, ребят, в аргентинских домах отсутствует мусоропровод. У нас здесь стоят ведра, куда мы выносим свой мусор. В некоторых домах стоит два ведра для сортировки мусора. Ну и, как я уже говорил, ответственные по дому, у меня это Лаура, она уносит этот мусор каждое утро. В квартирах аргентинцев стиральная машина – большая редкость. Хотя сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, но люди по традиции ходят в прачечные и приносят сюда свои вещи. Здесь они называются лавадора и стоят совсем недорого. Допустим, вот такой вот пакет белья стоит постирать всего 200 песо. Но в квартирах аргентинцев, помимо монтажа, будет обязательно присутствовать беде. Моя главная боль – это жестко зафиксированная аллейка. Вы посмотрите! Согласитесь, это неудобно! Ну вот еще одно отличие аргентинских квартир. В санузле обязательно будет присутствовать вот такой слип. Вряд ли получится затопить соседей снизу. Но встречаю это во многих южных странах. Друзья, за моей спиной еще одна важная особенность аргентинских квартир – это жалюзи. Здесь они служат, конечно же, не для того, чтобы защитить от воров, а для того, чтобы защитить себя от солнца в квартире. Потому что солнце после обеда настолько жгучее. И неважно, до обеда, после обеда. Обратите внимание, напротив квартиры там уже нет солнца. Но у многих жалюзи до сих пор задернуты. И они есть в каждой квартире. Друзья, ну и, конечно же, самое большое и приятное отличие аргентинского дома от российского – это практически в каждом доме есть эксплуатируемая крыша, на которой есть общественный гриль, есть вода, есть уборная комната. Любой жилец дома может сюда подняться, пожарить мясо, овощи, барбекю, пригласить сюда друзей, отпраздновать праздник. Неважно, любое событие – это все доступно для жильцов этого дома. Мне же повезло, конечно, немножко больше. У меня на террасе есть собственный гриль. Мы там уже жарили с вами мясо. Мы сжигали там деньги, которые нам фальш подсунули на Флориде. Вы это все можете увидеть в предыдущих видео. Ну, а в более дорогих жилых комплексах, что очень круто, есть собственный бассейн. Пойдемте поплаваем. Ну что, ребят, вот это вот самое большое классное отличие квартир в Аргентине. Конечно же, здесь постоянная плюсовая температура. Здесь редко бывает холодно, тем более в летние периоды. Конечно, бассейн он вывозит, он расслабляет, потому что в такую жару, когда отсутствует красивый океан, люди обустраивают океан у себя на крыше. Поэтому это очень здорово. Но всем, кто досмотрел до конца, обязательно лайк, подписка, комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok